Всем привет, с вами Юлия Гастила, я вокальный тренер, и сегодня я расскажу вам, как петь высокие ноты. Для начала я должна сказать, что понятие низко и высоко, конечно, относительное. Все зависит от того, какой у вас тип голоса, и от того, парень вы или девушка. Я сейчас расскажу вам с точки зрения женских голосов, как осилить эти высокие ноты, по-настоящему высокие ноты, то есть начиная от второй октавы. И если вы парень, вам тоже будет полезно это видео, 100%, только немножечко сместиться ваша тесситура вниз, и этот рубеж переходной к действительно высоким нотам у вас будет свой. Первое, что вам нужно сделать, чтобы легко брать высокие ноты, конечно же, освоить микст. Микстовое звучание или микс по-разному называют, я буду называть микст просто потому, что я так привыкла, это одно и то же. Это такой голос, когда ваши голосовые связки смыкаются не толстой массой, но и не совсем тоненько, как на фальцете. Это некая золотая середина. Кроме того, это еще и золотая середина резонации. То есть вы должны смешать в своем звуке все основные точки резонации в нашем теле, то есть грудной резонанс, резонанс носика или маски, вокальной маски, как ее еще называют, и резонанс головы. Все эти частоты должны присутствовать в вашем звуке, чтобы он был максимально гибкий, подвижный и вы легко заходили на высокие ноты. Освоить микстовое звучание мне лично очень помогли распевки Сета Рикса. Эти распевки присутствуют и в более современных вокальных школах, немного модернизированные, в школе Бретта Меннинга, например. Но это все те же самые распевки Ней-ней-ней, Ма-ма-ма и губная трель. Сейчас я вам по чуть-чуть покажу каждый из них. Очень подробно каждую из этих распевок вы можете найти на моей страничке в инстаграме, ссылка в описании. Итак, что же такое это мягкое смыкание голосовых связок, этот мягкий звук, о котором я вам говорю? По стилю похож на мяуканье кошки. Начните сначала просто мяукать. И постепенно добавляйте в этот звук понемножку вокальности. Я делала вау? Это и есть мягкое смыкание голосовых связок. После того, как вы добились этого звука, попробуйте пойти вверх по вашему диапазону, используя звук оу. Так вам будет немножко проще, потому что звук о сам по себе проще, чем а. И еще одна хитрость. Чтобы легко брать высокую ноту сразу, используйте атаку немножко с подъездом. То есть ощущение такое, как будто вы забрасываете ноту за себя. Не просто оу, а немного оу. Оу, 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 оу. Что вам еще поможет петь высокие ноты легко? Визуализируйте свой звук, как будто он весь находится в одной плоскости. Не тянитесь за ноткой. Очень часто я нахожу своих студентов, учеников в таком положении, когда они поют высокую ноту. И тянутся за ней и глазами, и шеей. Это только создает излишнее напряжение в всех мышцах, которые контролируют гортань, голосовой аппарат. Ваше дыхание. Это никак не способствует тому, чтобы ваши связки лучше смыкались и быстрее научились брать высокие ноты. Конечно же, свобода мышц, свободная нижняя челюсть очень нам нужна. Свободный язык, чтобы он не перенапрягался, не поднимался слишком сильно или не заваливался. Это все тоже очень важно. Это вам очень поможет быстрее развить свой диапазон вверх. Поэтому советую вам перед занятием делать гимнастику, разминать шею, разминать вашу челюсть. Могу посоветовать вот такое упражнение. И, конечно, запаситесь терпением, потому что высокие ноты даются не сразу. И для того, чтобы они стали крепкими и уверенными, требуется время. Давайте послушаем, как поют разные артисты высокие ноты, используя технику микс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот я вам и рассказала, как петь высокие ноты, используя технику микс. В тему высоких нот, конечно же, нужно обязательно рассказать о технике белтинг и фальцет. Об этом я обязательно еще сниму видео. А пока подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу, свои предложения. Пишите, получилось ли у вас взять высокие ноты, более высокие ноты после просмотра этого видео и после того, как вы делали какие-то упражнения, возможно, из тех, что я вам предложила. Все, ребят, всем успехов, вдохновения. С вами была Юлия Гастила. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok